Доследование Института радиобиологии вошло в складе Национальной академии наук топ-10 лепших выников науковцев. Уже несколько годов в Гомельской установе занимаются доследованием уплыва электромагнитных выпроменьеваний на здоровье. У якости подоследных живел в ученые обрали подсуков, на яких проверили до чего может привести протяглое корыстание сотовой сувязью. С выниками эксперимента ознайомились наши корреспонденты. Ученые констатуют, что интенсивное выкористание сотовой сувязи сформировало новую крюницу забрудживания новокольного асеродия – электромагнитную. По информации Суцветной организации оховы здоровья, это один из небеспечных факторов, который может привести до некоторых захворваний. После ляким выпадку при корыстании сотовыми телефонами лепш заховывать пылные меры безопасности. Вышли официальные рекомендации Роспотребнадзора по использованию мобильных телефонов, в частности, в которых указано, что при разговоре желательно телефон не держать вплотную к уху. Если вы сами набираете номер, желательно, не дождавшись ответа абонента, тоже возле уха телефон не держать. Если вы носите очки с металлическими дужками металлической оправи, то желательно при разговоре по мобильному телефону эти очки снимать. В Институте радиобиологии вырешили проверить, каким чином электромагнитное оправменьвание вплывает на репродукционные здольности. Выбор темы тлумачится просто. Сегодня каждая семья не может иметь детей, и практически в каждом другом случае это связано со здоровьем мужчин. На людях доследования, конечно, не проводятся. В качестве подоследных живел обрали пацухов. Усяго в опыте приняли 444 живелы, которые представляли три поколения. Это дало махчимость докладно установить. Электромагнитное оправменьвание оказывает на здоровье одновленный вплыв, особенно когда это тыжится молодых человек. Необходимо отметить снижение рождаемости при расчете на одну родившую самку и наиболее значимое в третьем поколении. Также нами получены результаты, которые указывают на соотношение полов в сторону увеличения доли самцов. Повторяемый результат – это снижение жизнеспособности зрелых половых клеток и изменение андрогенного статуса животных. Вученые подкресливают – полностью переносить отриманные выники на человека нельга. Алине перешкодить – позбегать ситуации, коли возникает повышенное рызакоуздение электромагнитного выпроменьвания от мобильных прилад. Мы не беремся экстраполировать. Мы говорим о том, что данный фактор может влиять или приводить к снижению мужской инфертильности. Но для того, чтобы экстраполировать данные, нужно производить дальнейшие исследования.